Сёстры судьбы злоупотребили властью. Я пошёл против них, и они пригрозили вычеркнуть меня. Поэтому я убил их и обернул их силу против Зевса. Ну что, к Норнам? Брок, ты чё? А, дверь чинил. Дверь запилил. Постой! Я кое-что для тебя припас. Синдре! Иду! Прежде чем ты убежишь на подвиги, вот возьми. Думаю, ты по нему соскучился. О, тот самый щит. Ну ладно, давай уж без такой бурной радости. В общем, не знаю. Я взяла всё, что нужно, чтобы найти Норн. Идём? Идём. Щит подарен и кратко с любимой женой. Лафей справедливо сама ходила с ним в бой. Так, ну вот, да. Нам бы его прокачать в таком случае. Да. Так, и удар. Давайте прям щас и... Думаю, эти события нам ещё аукнутся. Кто Нитхек ищет? О, Белка ищет Нитхек. Молчок, Фрей, договорились? Мы ничего не знаем. Белка. А, господин Кратос, прошу прощения. Исчезновение, дорогой Нитхек, занимает все мои мысли. Она твоя подруга? Не столько подруга, сколько давняя соседка по древу. Обитала здесь ещё до моего прибытия, а с тех пор прошли века. Что ж. Как представлю, что она не может добраться до своих малышей. Ужасно, просто ужасно. Ой-ой-ой. Что ж мы наделали? А? Не, не, Ротатовск, я ничего не говорил. О! Какие-то грибы. Мы реально не поехали? То есть я, может, что-то... Может быть, я выпил всё-таки апельсиновый сок, в котором что-то было не то? Чё я вижу вообще? Вы же тоже это видите, дорогие мои зрители. Здоров. Чё-то ты сегодня мил. Так, а если... Что с тобой такое? Начальник тут с ума сходит от страха? А ты собрался долбить в этот колокол? Урод! Вали давай! Вот, поговорили. Хорошо, что ты проекция. И я могу это сделать, не опасаясь последствий. Так. Ну всё, получается. Фрейм, молчим же, да? Ну и всё. Щит, наверное, тогда попозже. Попробуем прокачать, поменять. Пока особо, ну прям, необходимости острой нет. Ох, у нас ещё Ниферхейм на Тудорана. Мусперхейм. Мусперхейм уже можно? Да ладно, ничего себе. А Альфхейм уже открыт. И да. Мидгард, собственно. Давайте в Мидгард по сюжету. К дому, роддому, пойдём. Мы уверены, что Атры не в Мидгарде. Я только что оттуда не следаю. Если Один позвал его, то, скорее всего, помог и добраться. Нет, это не единственное объяснение. Скажи, где искать этих Норн? Я нашла у Ледяного озера несколько их нитей. Одну прихватила для колдовских дел. Она поможет нам их найти. Только они очень не хотят, чтобы их нашли. Ну, наконец-то нам придётся чуть попотеть. Ну, ожидаемо, да. Оп, оп, оп. Пойдёмте. Возьмём твои сани и отправимся к озеру. Угу. Мидгард, я скучал по ледяному ветру и вечным атакам на лётчиков. Они верят, будто Кратос виноват в приходе Фимбул Винтера. И если его убить, всё закончится. Откуда только они взяли эту идею? Конечно, от меня. Конечно? Ха-ха-ха-ха. Ну, вот вам ответ. Помните, записка была в самом начале прохождения? Человек Зимы... Человек Зимы вот перед вами. Фрей придумал эту легенду для... Ну... Врагов тут, в Мидгарде, чтобы они не постоянно отковали Кратоса. Забавно. Что, типа, он виновен в Фимбул Винтере. Что, конечно же, на самом деле даже и не ложь. Потому что убийство Бальдра и запустило Фимбул Винтер. Так что Фрей даже не особо-то и придумывала что-то. Ну, можно об этом было просто не говорить всем врагам и не запускать эту легенду. Но тут, как говорится, каждому своё. Так. Волчатки. Пойдёмте. Спеки с Ваном. Сюда! Кратос краток. И точен. Просто сюда. Ну, а что, пускай след? Не самая плохая идея. Хватит скулить. Их шерсть в грязи. Когда ты их вычесывал? Они же волки. От грязной шерсти бывают болезни. Заботься о них, и они позаботятся о тебе. Ну, я всё, конечно, понимаю. Ну да, они ж, мать их, волки. Ну, как бы, серьёзно. Это не особая порода собак, у которых генетически болезнь из-за того, что их скрещивали. А что именно ты собираешься спросить у Норв? Это обычные дикие волки. Больше ничего. Ну, ладно. Может, нет смысла попытаться разобраться в этом пророчестве? Узнать их мнение насчёт твоей предполагаемой кончины. Ты не говорил, что тебе напророчились мужа. Когда мы с Атроем попали в Йотунхейм, то нашли там скрытую фреску. Беликаны и сама Фэй давно предвидели весь наш путь. С кем мы встретимся, с кем сразимся, они предвидели всё, что будет. Но ты не умер. Этот рисунок относился к будущему. Вот как. Я думала, уж ты не боишься смерти. А, дело ведь не в этом. Нет. Смерть заберёт меня, когда заслужит этого. Тогда, вероятно, тебя заботит не будущее. Фэй отправила тебя в путь и сделала так, что в конце пути ты увидел пророчество. Ты всё ещё не знаешь зачем. Я не хочу больше обсуждать это. Ну, как раз переживает, видимо, за трейдер больше. Опа, красиво. Это озеро Девяти. Мы добрались до озера. Как нам отыскать норм? Следи, что делают волки. Видишь, в какую сторону они смотрят? Ага, в эту. Волки поворачивают морду в сторону источника запаха. Чем он ближе, тем больше они... Переживает не лучшие времена. Это заметно. А если ты тут устроились как дома? Я не бывал в этих краях с нашей легендарной битвы с Сиггл. Она тоже считает ту битву достойной. Ты об этом знаешь? Она рассказала, когда нашла меня. Она поверила в то, что ты можешь быть союзником задолго до меня. Королева Валькирии. Союзником. Я королева Валькирии. Как Сигрун раз за разом упорно мне напоминала. Что ж. И как я сразу не понял, что это Сигрун тебе помогла. Она верная. И губрая. И такая... Высокая. Не надо быть богиней любви, чтобы понять, о чем твои мысли. Это нить судьбы, что ты нашла. Это не нить жизни, если ты об этом. Выходя за пределы источника, Норна отмечает ими свой путь. Норны живут в источнике? Нет. Источник Урт. Их дом. Трудно объяснить. Волки ведут сюда. Тихо. Так, кажется, я прервал диалог. Ну ладно. Вроде он не был таким уж прям сильно. Это нужное нам место. Но на санях дальше не проехать. Ну, погнали. Надеюсь, Норны укрылись где-то внутри, в тепле. Должен сказать, я совершенно не скучал по Мидгарду, накрытому Фимбул Винтером. Быстро же ты слился, Мимир. Мы скоро узнаем. Ну, сейчас я тебя согрею, видишь? Вот так. Мимир тебе немножко должно быть потеплее стать. Такие согревающие. Так. Согревающие клиночки. Так. Ну, давайте посмотрим, что тут. Могила. Короля. А мы ж тут были. О, привет. Погодите. Они восстанавливаются, что ли? О, дичь. О, дичь. С правой стороны. Что я? А фигак не дай мечем своим. Кто общик? Кто общик? Не верь, ребят! С правой стороны. А я вот так. Да ё-моё. Тут если всем арсеналом не пользоваться, то никогда не пройдёшь эту дрянь. Ну. Надо было тебя первым. Я чё-то забыл. Тяж можно, да, потом с тобой вот так покататься. Ну. Красиво. Кровоточит. Однако. Сереб и Огр. Ещё более мерзкие, ещё более тупые. Больше о них рассказывать особо нечего. Что за оскорбление? Отменить того, кто написал эту замяточку. Заставь Сереб по огранности удар в прыжке и выжив при этом, ты получишь достаточно времени для атаки. Наноси урон, пока враг восстанавливается, повернусь сейчас к тебе спиной. Но, имею в виду, увидев тебя, он немедленно нападёт. Ну да, нормальный совет. Давай, распечатай. Вот тут есть какая-то штучка, сейчас мы разберёмся. Так. Ага. Рукоять меча. Брат, я знаю эту рукоять. Будь осторожен. Кому как не тебе знать, что в оружии могут жить призы? Ща посмотрим. Чё-то у нас. Если оно не поможет найти норм, может подождать. Рукоять. Ну, какая-то рукоять, короче. Разберёмся. Не прочитал про рукоять, честно скажу. Ну, буду редактировать видос, остановлю, почитаю. Ну и вы можете на паузу поставить. Я чувствую тут следы их чат. Попробую их развеять. Давай. Расхититель главниц серебряный класс. Фреюшка, давай. Так, только да, сначала я... О-о-о, ну слушай. Некогда прогуливаться, брат. Фре что-то нашла. Путь к норнам пролегает не через эти, брат. Слушай, какие скучные. Но я хотел просто всё это сделать, чтобы лишний раз не делать. Ну, а теперь я могу всё, что хотел сделать, да? Договорились. Тут ничего нет. Ложный след. Ложный след. Посмотрим, что ещё смогут найти волки. А, ну то есть это пустота. Они знают, что мы их ищем. Я говорила, что будет нелегко. Мяч? С этим связана рукоять меча проклятого короля. Ага. Знать? Совпадение или отвлекающий манёвр? Думаю, они бы сказали, что нам было путиноиды найти. Да, это они умеют. Так. Ну, на этом мы просто восстановили всё. Это мы просто восстановили всё, да. Отлично. Отличненько. Ради этого и стоило. Так. Ну давай, Фре, заползай. Раз чуят, то поешь. Ага. Да, вот давай совершим диалог. Ага. Прикольно. Ну, так, у неё есть свои минусы, Мимер, согласен. Так, я увидел сундук и просто понял. Вот твою. Фрея. Так, господа. Ну, я готов рискнуть. Ну, вообще. Ну, вы же понимаете, что это будет. Фрея. Поможешь? Погнали. Ну да, у неё новая атака, и я забью на это. Не вижу смысла страдать. Фиг с ним. Реально. Ну, я три попытки сделал, и... Нет. Как-нибудь в другой раз. Мимер. А ты встречался с Норнами? Лично нет. Фрея права. Они умеют обескуражить и расстроить. Один внёс свой вклад. Так и не сказал, что там случилось. Или он сдался, или решил забыть убить его. Слушайте, ну что, у меня вот так, что ли, было? Ещё один для древа. Надо же. Двадцать действительно. Достал. Ну, круто. Почти половина. Так, волки, давайте. Фрейн, не расскажешь, как всё прошло в прошлый раз, когда ты пришла к Норнам? Если честно, я не память дизайнер. Всё как в полудрёме. Лучше всего я помню, что изменить судьбу моего сына было невозможно. И это побудило меня пытаться ещё усердить. Ага, сюда вроде. Преувеличены? Ты ведь и сам имел дело с богинями судьбы. Легенды о призраке Спарты были сильно преувеличены. Преувеличены? Я не про праведную ярость и льющуюся кровь. А про ту часть, где ты вернулся в прошлое, чтобы выиграть проигранный бой. В это как-то трудно поверить. Слух, что Тор одним ударом отправил мирового змея из Рагнарёка в прошлое, это одно. Так и было. Нити судьбы опутывают всё. Сёстры судьбы злоупотребили властью. Я пошёл против них, и они пригрозили вычеркнуть меня. Поэтому я убил их и обернул их силу против Зевса. Не слышала ничего более безрассудного и опасного. Такой силой не обладают ни Норны, ни кто-либо другой во всех девяти мирах. Да, представляешь? Если бы она была, её бы, безусловно, заполучил Один. И мы были бы куда в более глубокой заднице. Ну, тут не поспоришь. Я не стал бы просить их изменить прошлое. Я хочу только ответов. Это, насколько я знаю, сама по себе весьма опасно. Как скажешь. Я, кстати, слышу ворона. Не пойму, только где. Осталось только узнать, что. Но сначала я зачищу это место. Потому что сто пудов что-то нас тут ждёт, судя по размеру местности. Серьёзно? Ты готов? Да, давай. Ну ладно, так что быть. Она там прям чувствует. Ну если чувствует, то давайте. И... Чё-то похоже. Нас опять наебали. Ничего. Ещё один тупик. Бывает. Не грусти. Засада. Здоров. Ну тебя, если, наверное, не напугаешь, да? Ух ты ж. Завёрт! Что делать-то? Даже я почувствую. Ох, 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 ох. Ну давай, погнали. Так, это во-первых. Ну и с тем, что мы разберёмся. Эй, а можешь в него пострелять? Да не в него, а вот в этого. Ну нормально. Вроде это все. Поиск будет становиться всё опаснее. Значит, продолжим искать. Вернёмся к волкам? Да, почти. Давайте восстановимся, как по классике. Пока что отложим поиски, может? Да не, ну Фрей, ну... Что ж ты... Не сообразила ещё, в чём трюк заключается. Так, ну я слышу гномов. Не знаю, кого из них. А, тут есть древо. Ну ладно, ну не подумал. Так. И у нас, получается, есть возможность сюда залезть. Давайте сделаем это. Что там наверху? Я ничего не чувствую. С нормами это не связано. Но может быть любопытно само по себе. Да? Что это там такое? Скрытый регион. Открыт заброшенная застава. Я кое-чему научился. Ага. Ничего себе. Правда? Расскажешь? У меня есть всё. Это мы уж поняли. Ну вот щит стража. А. Это щит фейк как раз. Ну я вот... Но его пока не о чем прокачивать. Он прокачивается до девятки. Как и все, собственно. И у него защита 130 становится. Не дурно. А тут защита и руны. Неплохо. Давай. Тут тоже пока всё. Тихо. Если что, я тут. Да, договорились. Тут какой-то дополнительный, видимо. Это эмблема Фьотур Лунда. Фьотур Лунда, говоришь? Это же Родина Сигрун. Ну да. Просьба проклятья Сигрун. Ммм... Давайте Мидгардские задания всё-таки выполним потом. Потому что пока вроде всё идёт неплохо. Если я почувствую затык. Именно физический. Я в волосах птичьи перьи остались. Чудесно. Синдри. Прелестно. Прелестный диалог. Короче, дополнительными тогда будем... Совсем беда. Потому что пока я чувствую, что мы на уровне неплохо. Возможно, конечно, стоило бы всё-таки ещё повысить. Но у нас ещё есть другие миры. Я думаю, пока... Пока. Мы неплохо идём. Ну, пока что-то как-то... Эх. Давайте продолжим. Замёрзшая молния? Здесь окончилась моя битва с Тором. Это здесь мы упали? Теперь ясно, почему по всему озеру обломки статуи Тюра. Да. Волки снова взяли свет. Против, куда они смотрят. Так, ну, они смотрят сюда. Нет, ну, немножко не сюда, а туда. Фрея, ты же видела Сигрус, как она? Когда Кратос освободил её от проклятия, она лишилась телесной формы, и до сих пор её не обрела. Но всё равно старается помогать, как может. Хотя, на самом деле, это я перед ней проху. Вряд ли она так считает. После своего освобождения она только и говорила о том, как тебя уважает. Хочешь отплатить ей, просто покажись в своём обличии. Смотри. Там как... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Чё это у нас? Початки путеводного света. Сила, удача. Шанс зависящий удачный При каждой атаке у ближнего Ого, интересно Ворновых слез Прикольный по-своему Давайте попробуем Ради интереса Вообще не сочетается Но тем не менее Так Волки, а куда он? Сюда? Сюда ведут Так, тут у нас Еще одна лавка Лавка Синдри Врата На карту добавленная Я все осмотрел На озере полно налетчиков Осторожнее Ну это да Это неудивительно Нам сюда, да? Типа влево Легче вот так Взялся, ей богу Так, все-таки что-то тут есть Вот это место Ага, тихо Никто не говорит И вороны даже никакие Не каркают Возможно Сундук Сундук Ну сейчас посмотрим Что тут у нас Нужно забраться наверх Сюда Ага Угу 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 Ага Ну давайте Поспробуем Так, первый зажег Еще два Так, давайте тогда Спустимся И Заодно Сделаем Это И Это И где-то Третий должен быть По идее Третья руна Я даже Кажется Помню, что она Где-то тут Я не могу Физически Понять Где именно Я, кстати, вижу ворона Теперь Уже неплохо Ты зачем Месть со мной Лазишь везде Фрей Ворон был Где-то тут Да Еще один вариант Просто поближе быть Да Двадцать два Отлично Неплохо Пошло А, блин Это настолько Очевидно Но Я не заметил Сначала И Мы открыли Этот сундук Отлично Достаточно Рогов Медокрови Максимально Я все Лично Это Очень Хорошая Новость Здоровье Тоже Не помешало Конечно Увеличить Ну Все впереди Так Тут вроде все Можно дальше Прикольно Кстати Сопротивление Делает Надо Типа Силой Нажимать Два Ну я как-то Враги Слева Ахахахахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Короче, рукопашку надо переходить, если вот добивания хочется сделать. Отлично. Не знаю, как Норна умудрились заставить налетчиков их охранять. Хотя, полагаю, те даже не понимают, что делают. Ну, это такое неудивительное, да. Ну, почему бы и нет? Можно и тут. Так, интересно, тут что-то какое-то... Видимо, тут что-то дополнительное. Мне кажется, это выход, а не вход. Ну вот, да. Да, это выход, чтобы мы могли. Но я не мог не чекнуть. Игра как бы нам подсказывает, что не надо спускаться. Так. Так, Фрей, Фрейкает. Давай. Фрейкает. Афин manque, Фрейкает. Согласитесь, Фрейкает. 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 Так, что-то у нас еще. Так, погоди. Нет, не надо там на фрейчку нападать. Отлично. Это хорошо. Это лучше, чем просто что-то чувствовать. Так, ага. Ну что, готово. Спартанцы, если вам по кайфу этот видос, это прохождение, то жмякните лайк под видео, оставляйте ваши комментарии с тем, что вам запомнилось прохождение, может быть, какие-то вопросы у вас по Рагнарёку. И также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, сделайте вот эту красненькую кнопочку серенькой и жмякайте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Если есть желание поддержать, есть реквизит SBR, Тинькофф, U-Money, кому что удобно. И опять же, это просто. Подписывайтесь на Boosty, заодно будете видеть себя в конце каждого моего ролика. С вами был Ром Лири. Всего хорошего и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok